Сложилось мнение, что чиновники специально уничтожают наше предприятие. Вот лишь одна небольшая выдержка из письма сотрудников МУП СЖХ мэру города. Под обращением, в котором говорится о частой смене руководства, ущемлении прав простых работяг, неготовности техники к зиме и близящемся к рахе предприятия, больше 70 подписей. Мы решили проверить достоверность претензий работников МУПа. Сентябрь для специализированной автобазы «Горячая пора». На стыке летнего и зимнего сезонов нужно переоборудовать технику, подготовить все необходимое для встречи холодов и снегопадов. Сейчас работа идет в плановом режиме. Волнений насчет срывов сроков нет. А вот то самое письмо работников действительно взволновало. Дело в том, что его приписывают всему коллективу МУПа. Тогда как автору обращения один. На предприятии догадываются, кто это. Есть люди, которые недовольны этой политикой. То есть этих людей начали заставлять работать. Вот такое получилось. Больше тут придумать нечего. Новая метла, а точнее руководитель МУПа действительно появился не так давно и начал наводить порядок. Как рассказывают сотрудники, установил ГЛОНАСС, ввел контроль расходования топлива. Понравилось это не всем. Несогласные с политикой нового управленца покинули коллектив. То есть начали людей заставлять работать. Утечка бензина, солярки прикрыли. ГЛОНАСС поставили. Недовольство у некоторых людей есть. Я считаю, что это нормальное явление. Это везде такое. Что касается письма, подписи под ним подлинные. Принадлежат действующим сотрудникам МУПа. Вот только подписывались они не под кляузой. Мы подписались. Мы подписывались для того, чтобы бывшего главного механика не увольняли. Дали ему возможность доработать до пенсии в любой должности. Если там не главным механиком, хотя бы мастером или, как говорится, механиком на воротах. Водители признаются, проблемы у предприятий есть, но без них нигде не обходится. Ну, зарплата у нас давно не повышалась. Это факт. У нас как был тариф, так он уже несколько лет. Хотя нам профсоюзы обещали помочь в этом плане, но они уже последние два или три года вообще не приезжают. В остальном же, уверены работники, послание якобы от сотрудников МУПа – это эмоции одного человека, который внутренние дела предприятия правдивые и не очень сделал достоянием общественности. Информацию о срыве сроков и плачевном состоянии техники работники МУПа категорически опровергают. «Подготовка к зиме идет планово. То есть, вот из 30 единиц у нас КТР, в настоящее время вот 6 здесь стоит. Значит, есть часть автомобиля, которые находят на линии, ну, работают какой-то, то есть, определенные ночью, моют город. То есть, есть новые машины, которые буквально в кратчайший период можно переборудовать в зависимости от погоды». В любом случае, адресат глава города с содержанием письма уже ознакомился и тоже в ближайшее время проверит состояние дел в МУПе, а заодно и темпы подготовки к зиме.